Она говорит, папа, знай, у вас чувство вины. Как будто бы вы не хотите в это верить, но подсознательно вы знаете, почему так произошло. Бабушка не была на похоронах, она со мной не простилась. Не попрощались, не простили и не прощены. За бабу, да? За бабу. Это надто дивно, но как объяснилось, бабуся сестер, мать их отец, и справедливо не пришла на похорон жодно из онучек. Мы у нас в могиле их от нас далеко. Нам никто ничего не сказал за похорон. Людей мы почували. Уже человек, чужая звонка, уже у нас заболевания. А мы не знаем даже, что она умерла. А не виска у нас, слава богу, такая людина, что она родная, и батюшки не понимала. Тема называется «Проклён». Честно, неосознанный. Ваша мама, не сдержанная на язык, понимаете? Она не ведала, что творила. В эмоциях сказала. В момент произнесения слов «проклятие» образуется своеобразное тёмное облако, которое тут же устремляется к объекту проклятия. Проникнув в его ауру, этот тёмный сгусток начинает активно выполнять свою негативную программу. Люди очень часто даже не осознают, что своим словом и мыслью они создают реальные беды, болезни и проблемы своим близким, вплоть до смертельных последствий. То, виходится, бабуся, сама того не розумеючи, притягнула смерть до своих онучок. А проклён был на элементарном, на обиде. Обида – помощь, помогай, ну что-то такое, присутствуй, отвечай. На элементарной какой-то бытовухе. Какие-то деньги, какая-то помощь, какое-то внимание, какие-то, ну, совершеннейшие мелочи, которые просто вылились в какие-то проклятия. Здесь виноватых нет, но здесь есть сказанное слово «не воробей». Оно просто сказано, и оно сыграло свою роль. Это просто какой-то жар. То, виходить, Антонина и Наталья померли через прокляття бабуси? Как и та промовила, потому что на родину действовало давнее прокляття на чвари. Виходить, если бы эти люди, наверное, попробовали понять, трагедии можно было бы уникнуть. Идет просьба. Просьба на уровне боли в виске. У меня начинает болеть, пульсировать висок. Она просит. Я прощаю. И простите меня. Я могу сказать так. Она говорит, бабушка хорошая. Она ругалась на нас плохо, но она хорошая. Я ее прощаю и все равно люблю. Она пришла за тем, чтобы я это озвучила. Все это просто не вкладывается в голову. Но если в таком случае что-то двоюродным сестрам загиблих Оксане и Илоне? Потому что это одна родина. Оксана, не бойся. Она говорит, что девочка удачно, нормально выйдет замуж. Хорошо. У нее все будет хорошо. В этой семье все очень переживали смерть двух сестер. И Оксана, и даже маленькая Илона поверили, что с ними случится то же самое. Они жили с мыслью о том, что скоро умрут. Поэтому все неудачи, все опасности притягивались вот к ним, словно магнитом. Чтобы родные не беспокоились не только за Оксану и Илону, но и за малышек, Риту и Карину, мы решили провести соленый ритуал чистки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Думайте о живых хорошо. И о мертвых тоже. Когда произошло солнце, ясновидицы распалили вогнище и почти годину проводили ритуал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сжуными собаками пахнет. Собака вылилась на тарелке. Вот она стоит с головой и лапами. Вот морда свечи капает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не хочет, сопротивляется. Ай! Не хочет порча уходить. Аж обжигает. Ого! Ого, какой эффект! Смотри. Посмотри, какие искры летят. Как будто я туда порох бросаю. Как будто не воска, а порох. Да не, знаете, я рисковать не буду. Тарелочку не жалко. Я такого даром не хочу. Здесь сгорело то, что могло убивать вас и дальше. Вас, вашу семью, ваш род, вашу кровь. Те, что довелося пережити этим людям, справжний жах. Когда они куповали этот дом, то и гадки не мали, что руйнуют своё життя через давню порчу, которую сделала неведома им людина первым господарям дома. А чвари в родине через цей негативный вплив спровокували передчасную раптовую загибель ихних детей. Очень многие в порыве злобы проклинают друг друга. И порой делают это каждый день в той или иной форме. Особенно это касается детей и родителей. Сюда же можно отнести и различные семейные распри, при которых бывают нездержанные высказывания. Причём срабатывает на первый взгляд самая невинная. Можливо, теперь, когда ясновидецы разъяснили цим людям причины их нешчасть, чвари припиняться и смерти в родине больше не будет. Спасибо большое. На души лишь, что это всё произошло. И надея теперь есть. Надежда на то, что у нас будет всё хорошо. Есть надежда внучек вырастить. Мы ради них живём и хочем, чтобы у них было всё хорошо. Очень благодарны вам. Намного легче, намного... Я успокоилась, я успокоилась за своих детей, я успокоилась за внучек. Паника ушла. Какой-то самый основной страх ушёл. Спасибо большое, что приехали. Мне кажется, у нас наладится жизнь после этого. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ